А вот жители, близлежащих от места взрыва ВТРАУ районов, казались более разговорчивыми. Многие из них даже стали понятыми. Правозащитники и бывшие военные депутаты и эксперты сходятся во мнении, что государство упустило время, когда нынешние террористы начали уходить в подполье. Власть была занята слежкой за лидерами позиций. После взрыва 5 сентября в ВТРАУ, где погиб один человек, официальные органы молчат второй день. На данный момент известно лишь, что ЧП произошло в одном из частных домов на пересечении улиц Молдогулово и Баутино. Сейчас проводится осмотр местного происшествия, дополнительные следственные действия. Пока ничего не можно сказать. Не прояснила ситуация обращения за комментариями в Генеральную прокуратуру. Я не могу вам ничего сказать, потому что у меня нет информации. Обратитесь либо в нашу присутствую, либо в правоохранительные органы области. Пока источниками информации являются местные жители. Они слышали сильный звук, похожий на взрыв колеса автомашины. При этом некоторые очевидцы даже стали понятыми во время следственных действий. Как сообщается на сайте газеты Акжаик, перед взрывом неизвестный позвонил дежурному УЧС и сообщил о самоподрыве. Место происшествия – это два дома с общим двором. По словам соседей, хозяева сдавали комнату в аренду. В одну из комнат и прогремел взрыв, поясняют очевидцы. А кто говорит, что бомбу готовили? Какие слухи вообще идут? Ну я вчера со своими глазами видел бомбы. Я вчера был... Вы бомбы видели? Ну не бомбы, это заготовки, что ли, там как делали. А где видели? Во дворе я понятенчий работал. Накануне правоохранительные органы сообщили, что погиб 21-летний горожанин Нурлыбек Сакау. В предварительной версии взрыв возможно произошел из-за неосторожного обращения с самодельным взрывным устройством. В АТРАУ сейчас размышляют о возможных причинах экстремальной выходки. Например, общественница Таджан Кизатова называет напряженную ситуацию в обществе. Закрытые суды, преследование верующих, а также обвинения в ваххабизме заставляют часть населения радикализироваться. Я думаю, что при существующей ситуации, когда государство активно вмешивается в дела религии и так далее, вот эта вот духовная сфера, она может привести к тому, что... Тем более, если говорить о международном каком-то опыте, всякое действие вызывает противодействие. Мнение главы НПО совпадает с тезисом многих экспертов о том, что пока силовики следили за оппозицией независимыми СМИ, ситуация с внедрением радикального ислама в общество была упущена. Если государство не займется решением социальных проблем, прогнозирует правозащитник, то молодежь продолжит пополнять ряды экстремистов. Людмила Акзархова, АТРАУ, Алматы, Казахстан.